Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Разблокирование экономических и транспортных связей в регионе. Эти и другие вопросы были обсуждены в Москве в ходе заседания трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Председатель парламента Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в Азербайджане Сергеем Меликовым. Глава Республики Дагестан особо подчеркнул вклад, который азербайджанцы вносят в развитие Дагестана. Турция выразила надежду на участие Азербайджана в проекте создания газового хаба по поставкам в Европу российского природного газа. Об этом заявил глава Министерства энергетики страны Фатих Дон Мес. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию танкера академик Хошбахт Юсиф Задея, построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство». Мониторинговая группа по расследованию незаконной эксплуатации природных ресурсов, состоящая из сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и закрытого акционерного общества «Азерголд» отправилась в Ходжалы для продолжения обсуждений с командованием российских миротворческих сил. Группа азербайджанских журналистов сейчас находится на пути в Ходжалы, однако на контрольно-пропускном посту дорогу журналистам преградил российский миротворческий контингент, временно размещенный на территории Азербайджана. Чем они это объясняют, расскажет с места событий корреспондент телеканала Сибиси Мурат Ахундов. К сожалению, после переговоров с Андреем Волковым, командующим миротворческих сил, которые временно размещены на территории Азербайджана, не удалось медиа-журналистам, медиа-ресурсам пройти дальше на территорию, где будут переговоры по разграблению азербайджанских природных ресурсов на закон на азербайджанских землях. К нам вышел Андрей Волков и во время переговоров заявил, что медиа и журналистов не должно быть на территории, где будут проводиться переговоры. На законных основаниях мы можем поехать, и мы должны были поехать, но, к сожалению, миротворческий контингент решил так, и они нас не пустили. Мы сейчас находимся на посту, и дальше, к сожалению, вход воспрещен. Продолжение следует... Это наша территория, вы же не имеете права нам запретить ехать туда. Какие-то разведывательные камеры, никого не должно быть. Продолжение следует... Медиа... 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 Это человек, Джордж. Пожалуйста, я сам взял интервью. Медиа... Я это просил. Он не будет... Медиа... 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 А мы не будем ехать... Медиа... Просто? Мы не будем ехать? Что? Я çıkил. Субтитры создавал DimaTorzok Вы видите за мной машины, которая сейчас будет двигаться в сторону города Ханки-Анди, оттуда в Ходжалы. К сожалению, нас не пустили, но не знаем на каких основаниях нас не пустили на законные территории Азербайджана. Мы, являясь гражданами Азербайджана, не смогли пройти по решению миротворческого контингента Российской Федерации. Но, как мы видим, пока мы здесь стояли, мы видим, что некоторые армянские машины свободно передвигаются с армянскими номерами. Но, к сожалению, азербайджанских журналистов дальше отсюда не пустили, и сейчас машины двигаются в город Ходжалы. Тема продолжим с Викретом Садыховым, профессором Западно-Каспийского университета. Викрет Мелем, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, Лидия. Как это вообще можно объяснить, что российский миротворческий контингент не пускает группу азербайджанских журналистов? Как отметил мой коллега Мурат Ахундов, на каких основаниях азербайджанские журналисты не могут проехать на территории Азербайджана? Нет никаких оснований для того, чтобы наши журналисты побывали на месте событий, и какие бы причины не озвучивала сторона российских миротворцев, это все звучит очень примитивно, глупо, и это все самые настоящие оговорки. Чего они опасаются? Что там могут увидеть наши журналисты? Значит, есть какие-то вопросы, которых опасаются, видимо, миротворцы, или они завязаны вместе с теми, кто там находится на наших территориях и незаконно проводит изыскания и нарушает экологию, используя наши природные ресурсы, или же просто они откровенно становятся на их сторону? Потому что нет никаких серьезных причин, которые могли бы помешать присутствовать там нашим журналистам. Все властно, все открыто, все прозрачно, и подобные действия, они, конечно же, с нашей стороны, они должны быть подвергнуты самому строжайшему порицанию, и мы не должны это оставить без внимания. Потому что мы видим, что мало того, что там одеты в какую-то форму полицейских армянские военнослужащие, мало того, что пропускаются туда иранские диверсанты, и ссылка на то, что нет соответствующего оборудования, чтобы достоверно убедиться в том, что это не диверсанты, а теперь еще не пускают журналистов. И при всем при том, закрывая глаза на то, что на нашей территории незаконно эксплуатируются природные ресурсы нашей страны. Это уже, конечно же, перебор, и они переходят в красную черту. Ну, то есть, вспомним 24 ноября, когда 14 граждан Ирана проникли, проехали в город Ханкенди, то есть, а сейчас азербайджанские журналисты не могут проехать, да, то есть, это немножечко странно, возникает вопрос, да, почему командующий тогда российскими миротворцами Андрей Волков ранее заявлял, то, что миротворческий контингент не обладает должными техническими средствами для контроля за всем, что происходит на контрольно-пропускных пунктах? Да, я уже об этом сказал. То есть, генерал Волков заявляет о том, что у них нет достаточных технических средств для проверки, тех, кто проезжает в сторону Ханкенди, и говорит, да, но в ближайшее время мы обязательно получим это оборудование, а буквально на следующий день, кстати, это техническое оборудование устанавливается, то есть, на следующий день после наших претензий, после нашего протеста и после того, как мы возмущаемся всем тем, что происходит на нашей территории. Это, конечно, откровенная провокация, и если они думают, что таким образом они пытаются заморочить нам, заволокитить проблему и создать новые какие-то проблемы, они это делают только фактически создавая проблемы для самих себя, потому что миротворцы – это силы, которые должны поддерживать порядок, которые должны способствовать стабилизации и мирному процессу в этом регионе, и, кстати, журналисты – это та категория людей, которая способствует этому процессу. И не пускать наших журналистов на нашу территорию – это самая настоящая откровенная провокация. По всей видимости, здесь просто или недопонимание, или откровенный шантаж, или же просто элементарное заигрывание с армянской стороной, дабы азербайджанские граждане не побывали там, где они могут столкнуться и увидеть те негативные процессы, которые происходят вдали от наших глаз, от нашего контроля. И я думаю, что вот этот мониторинг, который мы проводим по линиям Минэкологии и природных ресурсов – это важный шаг на пути уже освоения, окончательного освоения наших территорий, которые находятся пока еще не под нашим контролем. Я думаю, этот процесс необходимо углублять, его надо расширять и сделать его последовательно, постоянным. И в этом плане, конечно же, мы должны добиваться, чтобы и наши журналисты активно участвовали, и никакие миротворцы не должны этому препятствовать. Фикрет Мелим, ну вот вспомним иранских, прошу прощения, диверсантов, которые проехали на территории Азербайджана. Российский миротворческий контингент, то есть, как вы отметили, его миссия, то есть, он является гарантом безопасности. Ну вот, учитывая то, что они должны сохранять безопасность в регионе, как это получилось? Ну, как это получилось? Мы же знаем о том, что Иран достаточно тесный партнер, союзник России. Российские миротворцы под видом сохранения спокойствия и стабильности, они практически действуют в рамках своих только собственных интересов. А это неправильно. Мы не должны этого допускать. То есть, видимо, пользуясь бесконтрольностью, видимо, пользуясь тем, что мы отсутствуем на этих территориях и не имеем возможности контролировать пропуск вот этих транспортных средств, людей, и в конечном итоге мы видим, что туда переезжают диверсанты, террористы, иранцы с документами, которые вызывают очень серьезные подозрения и сомнения. Конечно же, это полное нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства. Мы не можем закрывать на это глаза. Мы не можем оставаться индифферентными к этому. Ведь получается, что отсутствие в свое время оборудования якобы лишило возможности миротворцев контролировать тех, кто проезжает в Ханкенде. А потом вдруг это оборудование появляется. Во-первых, возникают вопросы. А где это было оборудование до сих пор? Они уже не первый год там находятся на нашей территории, миротворцы. Неужели так сложно, понимая о том, что они находятся в сложном регионе, постконфликтном регионе, в Лачинском коридоре, где проходит масса транспортных средств и передвигаются грузы, переезжают грузы, не понимают, что для того, чтобы это все проверять и удостовериться в том, что это грузы, которые можно пропускать или нельзя, они не подумали о том, чтобы установить соответствующее оборудование. Вот эти шаги, эти, конечно, действия, они вызывают очень серьезные и не только вопросы, но и недопонимание, недоумение. И я думаю, что на многие эти вопросы они должны ответить, они должны дать ответ. А сегодня они еще и не пропускают наших журналистов. Это вообще абсурд какой-то, который абсолютно ничем не объясним. Фихрет Мелем, вы затронули Лачинский коридор. Вот ранее сообщалось о создании таможенного пункта в Лачине. Вот как вы считаете, как в целом он будет функционировать? Я думаю, давно назрела необходимость создания этого таможенного пункта, потому что это находится на нашей территории. Мы не будем мешать и мы не будем тормозить работу, допустим, контроля, который осуществляет миротворцы, но здесь должен быть наш собственный контроль. И это в наших интересах, это в интересах в целом безопасности в этом регионе. И мы должны знать, какие грузы туда перевозят, кто туда переезжает, в чем суть, какие цели преследуют те, кто переезжает вообще по этому коридору, едет в Ханкянде. То есть это полное право, полное право Азербайджана устанавливать подобные контрольные пункты, таможенные, пограничные и так далее. Тут абсолютно это не должно ни у кого вызывать ни сомнений, ни удивлений, а тем более и не возмущения. Наше право устанавливать подобные пункты, мы это наверняка сделаем, и это будет способствовать усилению контроля за проезжающими, значит, из Армении в Ханкянде и обратно. В конце концов, надо установить, навести порядок в этом вопросе. Если миротворцы это не могут сделать или не хотят этого делать, значит, им надо помочь или нам надо самим активно взяться за эту работу и делать все необходимое для того, чтобы та часть, еще оккупированная часть нашей территории не превращалась в какой-то рынок сбыта наркотиков, накопления оружия, значит, приема диверсантов и террористов, это же очевидные вещи. Поэтому я думаю, что никто этому не должен удивляться, и это наше право, которое у нас никто не может отнять. Фикрет Мерим, ну вот еще ранее была ситуация, то что командующий российскими миротворцами Андрей Волков заявил, то что с их стороны все топонимы указываются верно, хотя неоднократно Минобороны Азербайджана направляла и список, и карту Министерства обороны Российской Федерации, также радио, телеканал CBC отправлял вопросы, то есть Министерство обороны, да, ну то есть в целом возникает вопрос, почему на официальном сайте Минобороны России названия азербайджанских населенных пунктов отмечаются вымышленными армянскими топонимами? Ну, генерал Волков хочет быть хорошим для нашей стороны и как бы пытается продемонстрировать свою благожелательность и сообщает о том, что они внутри используют азербайджанскую топонимику, но это абсолютно не значит, что он полностью и окончательно согласен вот с подобной ситуацией, потому что он, видите, он постоянно ссылается на карты Генерального штаба Минобороны России. Значит, если это так, тот же Волков, он должен обратиться в Генеральный штаб Минобороны России и поставить этот вопрос о необходимости изменения топонимов о протестах азербайджанской стороны, о подтверждении того, что эти топонимы находятся на признанной мировым сообществом и международными структурами азербайджанской территории. Тут ничего такого необычного нет, и я думаю, что они на ровном месте создают какие-то сложные проблемы. А если надо, конечно, нам надо обратиться и в Генштаб Министерства обороны и поставить вопрос о необходимости изменения этих топонимов. Война завершена, территории наши освобождены, мы находимся на своих землях, и топонимы, которыми временно назывались наши азербайджанские населенные пункты, города, села, они ушли в прошлое и стерлись в порошок. Сегодня миротворцы находятся на азербайджанской территории, и генерал Волков это хорошо знает, хорошо понимает, и необходимо делать все необходимое, чтобы эти топонимы назывались так, как они назывались все десятилетия и все столетия. Это азербайджанские территории. Тут ссылаться на министерство, на Генштаб, я думаю, просто возможна и какая-то отговорка. То есть мы ничего необычного не требуем. Мы требуем восстановления азербайджанской топонимики на своих азербайджанских территориях. Поэтому не надо делать никаких ссылок ему на генеральные штабы, на какие-то карты. Это все, я думаю, не будет способствовать взаимопониманию и налаживанию отношений нашей стороны с миротворческим контингентом, временно находящимся на нашей территории. Фихрет Мелем, прямо сейчас на связи наш корреспондент Мурат Ахунтов. Как мы ранее сообщали, группа азербайджанских журналистов находится на пути в Ходжалы. Однако на контрольно-пропускном посту дорогу журналистам преградил российский миротворческий контингент. Хотя наш корреспондент сообщает, что он видел большую фуру с иранскими номерами, которую российские миротворцы пропустили. Сейчас более подробно мы об этом с ним поговорим. Мурат, здравствуй. Добрый день, Лида. Добрый день. Сейчас, да, мы находимся по дороге из города Шуша в Ханкианде, в Ходжалы. Сейчас в Ходжалы проходят переговоры между азербайджанскими экологами, делегацией Азербайджана и российским миротворческим контингентом во главе с Андреем Волковым по поводу эксплуатации азербайджанских природных месторождений и эксплуатации азербайджанских земель и нарушению всех экологических норм и всего того, что происходило на протяжении здесь во время, на протяжении всего времени оккупации 30 лет и продолжающейся до сих пор, несмотря на окончание Второй Карабахской войны. Сейчас мы находимся здесь, как я уже ранее заявил, что мы сейчас находимся на посту российских миротворческих сил. Они, к сожалению, не пустили нас. Точнее, мы говорили, когда приехали вместе с делегацией из города Шуша сюда, в пост, вот эта дорога, которую ведет Ханкианде. Андрей Волков к нам вышел и сказал, что, к сожалению, азербайджанских журналистов он пускать сюда не собирается из-за того, что в своих сюжетах азербайджанские журналисты в последнее время, как он заявил, якобы наносит ущерб его, урон его репутации, как главу миротворческих сил России. Сейчас, пока мы здесь стояли, мы видели армянские машины, очень свободно передвигаются, машины с армянскими номерами. Мы, к сожалению, не знаем, это номера, выданные в Армении или это машины, принадлежащие гражданам Азербайджана армянского происхождения, которые сейчас проживают в Ханкианде и в других городах, где временно расположены, дислоцированы российские миротворцы. Но очень интересный факт в том, что мы сейчас видели, пока мы здесь стояли и пытались донести до российских миротворцев свою позицию о том, что мы хотим пройти дальше, но, к сожалению, они никак не комментируют это событие. Но мы видели, как иранские фуры и большие машины, фуры с иранскими номерами заехали со стороны Ханкианде или других территорий, которые расположены слева от нас и в сторону Лачинского коридора, который ведет непосредственно границы Армении. Они спокойно проехали. Мы видели, как машины с иранскими номерами очень спокойно передвигаются наравне с машинами российских миротворческих сил и с машинами с армянскими номерами. Это очень интересный факт. К сожалению, никак разумно комментировать это событие не получится, учитывая то, что несколько дней назад вышла информация о том, что 14 граждан Ирана, 12 из которых из одного города под видом строителей, или как они там себя называют, незаконно заехали на территорию Азербайджана в Карабах, где расположены российские миротворцы. Когда этот факт всплыл, стало известно, что якобы эти граждане Ирана были строителями, но эти строители, как они сами себя называют, и как это назвал Андрей Волков, который, кстати, пообещал расследование, к сожалению, мы не понимаем, какое расследование может быть, если есть факт, что они строители, они заявили, что факт пропуска их на территорию Азербайджана незаконным путем будет расследоваться, и общественности будет дана информация. Но, к сожалению, пока что никакой информации нет, и он спешно заявил, что эти граждане Ирана выехали с территории Азербайджана спустя два дня, что они успели здесь построить за два дня, или что они сделали, и что они собирались вообще тут сделать, учитывая то, что 12 из этих граждан Ирана, которые якобы въехали на территорию Азербайджана под видом строителей, они являются из одного города, из города, который расположен на юго-западе Ирана, и по разведданным западных спецслужб, именно в этом городе находится спецшкола иранских диверсантов, то есть почему они сюда приехали, что они тут делали, неизвестно, и сколько они здесь пробыли, несмотря на то, что миротворцы, командование миротворческих сил утверждают, что они были здесь всего лишь два дня, мы, к сожалению, это точно не знаем, и этот факт тоже от нас каким-то образом скрывается, и они хотят этот момент замять. Но сейчас, опять же, ситуация такая, что мы пытаемся въехать на территорию Азербайджана, Ханкянды, Ходжалы, где сейчас проходят переговоры по экологическим вопросам, по разграблению азербайджанских территорий, азербайджанских месторождений. Вот наши коллеги, которые смогли чуть-чуть прорваться в глубь, и они вот здесь, и их российские миротворцы опять же возвращают. Здесь построили живой щит из российских миротворцев, как я уже ранее заявил, они никак не пропускают нас и не комментируют, что происходит здесь, и несмотря на то, что мы обращались к ним многократно, я и мои коллеги, мы обращались по всем вопросам, они, к сожалению, никак не комментируют, и мы не можем даже найти среди них ответственного человека, который, ну, сам из Таши, который нам хотя бы что-то может сказать. Но, опять же, мы видим, что иранские машины, наряду с армянскими машинами и машинами российских миротворческих сил, по этой дороге, вот там, с этой стороны находится город Ханкянли, прямо за этими горами, вы спокойно, если бы не было снега и тумана, спокойно можно было бы разглядеть сам город. С левой стороны от нас находится Лачинский коридор, дорога к Лачинскому коридору, и уже непосредственно территория Армении. К сожалению, факт того, что российские миротворцы не пускают азербайджанских журналистов, граждан Азербайджана и других людей, которые находились в списке делегаций, их не пускают, и это было решение. Мы уже утром снимали этот момент переговоров здесь, в блокпосту российских миротворческих сил, где Андрей Волков вышел и сказал, что азербайджанских журналистов пускать не будем, но вот видим, что иранские машины очень спокойно передвигаются, и мы непосредственно видели, как они спокойно, фуры, я не знаю, что было в этих фурах, и никто, к сожалению, не знает, что там было, это были продукты, стройматериалы или что-то еще, учитывая факт того, что сейчас 14 граждан Ирана, диверсантов, которые под видом гастарбайтеров и строителей приехали, смешно уехали отсюда. Мы ничего не знаем, но мы видели своими глазами, и мои коллеги тоже видели, на наши камеры тоже попало, как машины с иранскими номерами, проехали рядом с азербайджанскими журналистами, а их здесь около 12. На этом у меня все, если будут какие-то обновления, я обязательно передам их, передаю слово тебе, Лидия. Большое спасибо, Мурат, ну что ж, будем ждать от тебя новостей. А мы сейчас возвращаемся к нашему гостю, к Фикрету Садыхову, профессору Западно-Каспийского университета. Фикрет Мелем, ну мы видели комментарии нашего журналиста Мурата Ахунтова, который сейчас находится там, ну вот какое право они имеют пропускать граждан третьих стран на территории Азербайджана? У меня вообще возникают вот риторические вопросы. Во-первых, каким образом наши журналисты наносят ущерб, значит, авторитету генерала Волкова? Чем, интересно, каким образом, какими публикациями, тем, что они откровенно фиксируют все то, что там происходит, и в этом абсолютно нет ничего предусудительного, и это не должно наносить ущерб авторитету командующего миротворческих сил. И другой у меня риторический вопрос. Если эти иранские граждане, выезжающие из города иранского, где разветвленная разведслужба, приезжают в Ханкианды под видом строителей, где их техника, этих строителей, где эти стройматериалы, что они там собираются в строй, это во-первых. Ну а если они гастарбайтеры, если они едут туда заниматься черновой работой в качестве рабочих на каких-то строительных объектах, то почему они вдруг через два дня возвращаются обратно. Понимаете, вот эти вопросы должны беспокоить не только нас, но и командование миротворческих сил. Но по всей вероятности это их не только не беспокоит, а им просто они проявляют или безразличие, или просто оказывают содействие во всех этих вопросах. Тем более в таком очень сложном регионе, взрывоопасном, спокойно проезжают иранские фуры, иранский транспорт, непонятно с каким грузом они переезжают туда и с каким багажом они потом возвращаются обратно, что они там делают. Причем, при том, что они хорошо знают о нынешнем уровне взаимоотношений между Азербайджаном и Ираном. То есть вот эти вопросы, они, конечно, требуют четкого обстоятельного ответа с их стороны. Мы этих ответов не слышим. Есть только запреты, есть непонимание происходящего и негативное отношение к азербайджанской стороне. Вот это то, что, конечно же, не должно нас не беспокоить. В азербайджанских СМИ сообщается, что еще 13 граждан Ирана проникли на территорию Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Также сообщается, что группа прибыла на том же автомобиле 30 ноября. То есть возникает вопрос, как долго это будет продолжаться, эти провокации? Это будет продолжаться до тех пор, пока миротворцы будут этому способствовать. И поэтому я подчеркнул, и вот до этого я говорил, нам необходимо усилить контроль путем установки таможенного контроля там, в Лачинском коридоре. Нам необходимо четко наладить свои, создать и организовать свои соответствующие службы там. И в конечном итоге нам надо поставить перед командованием миротворцев в ультимативной форме вопрос о необходимости усилить усиленного контроля над этим коридором. Если уж мы договорились, подписали трехстороннее соглашение и дали возможность миротворцам находиться на нашей территории, это не значит, что здесь бесконтрольно должны проезжать транспортные средства третьих государств, причем тех государств, которые находятся с нами в очень сложных взаимоотношениях и давать возможность под видом различных профессий, там, строителей, гастарбайтеров, постоянно пересекать вот этот коридор взад туда и обратно. Что это такое? Это откровенное пренебрежение интересами Азербайджана, это откровенное, и я очень извиняюсь, наплевательское отношение на то, чем мы обеспокоены, и в конечном итоге это не входит в функции миротворцев. Миротворцы должны заниматься совершенно другими задачами и функциями, а не способствовать проникновению на нашей территории различных транспортных средств непонятного содержания и людей, граждан третьих государств с определенными целями и задачами. Фикрет Мелим, ну вот как вы отметили ранее, то, что наш журналист Мурат Ахундов сообщил, то, что Андрей Волков заявил, что азербайджанские журналисты якобы наносят урон их репутации. То есть это вообще очень странное заявление прозвучало. Как можно прокомментировать это? Ну, а этот урон, по всей вероятности, понимания генерала, он заключается в том, что мы откровенно фиксируем и передаем на своих информационных порталах, по телевидению, на страницах печати, все то, что происходит там. А происходит, видимо, все то, что не входит, не отвечает интересам самого Волкова, и поэтому и не пускают журналистов, чтобы наши азербайджанские журналисты, они увидели того, что происходит сегодня в Ханкианде, чтобы они не видели тех процессов, которые, по сути, нарушают и бьют по интересам Азербайджана. Это и экология, это и присутствие граждан третьих стран, это и незаконная разработка наших природных месторождений, природных ресурсов, доставка их в какие-то другие государства, в другие страны. Вот, видимо, в понимании командующего миротворческими силами то, что входит удар по престижу командующего этими силами. Потому что журналисты – это люди гражданской профессии, которые фиксируют происходящее. И вот эта фиксация, видимо, пугает очень руководителей этими силами. Она очень беспокоит их. Они, эти силы, понимают, что азербайджанские журналисты, зафиксировав это и проанализировав, придут к совершенно неутешительным, неутешительным для генерала Волкова результатам. Фикрет Мялим, большое вам спасибо, что ответили на наши вопросы и уделили свое время. Спасибо, лидия. На прямую связь со студией выходил Фикрет Садыхов, профессор Западно-Каспийского университета. Продолжая выпуск, 11-е заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе состоялось накануне в Москве под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана. Об этом сообщается на сайте российского правительства. Азербайджан на консультациях представлял премьер-министр Шахин Мустафаев. В ходе заседания обсуждались вопросы строительства железной дороги, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок, между Азербайджаном, Россией и Арменией. Была отмечена позитивная роль России в условиях по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также по разблокированию экономических и транспортных связей между ними. В правительстве подчеркнули, что стороны продолжат работу по реализации трехсторонних заявлений глав государств относительно разблокирования транспортных и экономических связей в регионе. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Баку главой республики Дагестана Сергеем Меликовым. На встрече была выражена удовлетворенность развитием отношений между Азербайджаном и Дагестаном в различных сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес. Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном еще больше укрепит взаимовыгодное Азербайджано-российское партнерство. Также Сергей Меликов встретился со спикером парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой. На встрече была подчеркнута, что между народами Азербайджана и Дагестана на протяжении веков существуют исторические связи, которые успешно продолжаются и сегодня. Отметив роль глав государств в развитии отношений между Азербайджаном и Россией, Сахиба Гафарова подчеркнула вклад взаимных визитов в укрепление этих связей. В ходе беседы была затронута и тема масштабных созидательных и восстановительных работ, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Реконструкция этих земель и открытие Зангизурского коридора станет большим вкладом в восстановление региональных коммуникаций, а также развитие региона, обеспечение мира и безопасности, подчеркнула спикер парламента. В свою очередь Сергей Меликов отметил динамичное развитие Азербайджана, подчеркнув, что Дагестан заинтересован в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном в социально-экономической сфере. «После Первой Карабахской войны я посетил Азербайджан. Тогда я увидел сотни тысяч людей, которые жили в очень тяжелых условиях. Об этом на конференции на тему «Основные гарантии прав человека» сказал руководитель азербайджанского представительства Верховного комиссариата ООН по делам беженцам Гуидам Амброса. Он отметил, что как организация они старались устранить эти трудности. Права вынужденных переселенцев должны быть защищены. Нарушение их прав является военным преступлением. В Азербайджане продолжаются широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения «Братский кулак». Накануне была проведена церемония награждения личного состава. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Холуси Акар наградили отличившихся в ходе учений азербайджанских и турецких военнослужащих. Затем министры обороны двух братских стран выступили перед личным составом. В ходе выступления Холуси Акар подчеркнул, что в условиях нарастания угроз и опасности во всем мире обеспечить безопасность стран и наций можно, лишь имея сильную армию. Особо подчеркнув, что Турция всегда рядом с Азербайджаном, готовая сплотиться в единый кулак против любых угроз и провокаций, Холуси Акар отметил, что друг нашего друга – наш друг, а враг нашего врага – наш враг. Закир Гасанов, в свою очередь, заявил, что в ходе учений все виды войск выполнили свои задачи на высоком уровне. Азербайджанская армия приводится в соответствии с моделью вооруженных сил Турции, одной из ведущих армий мира. «Как одна нация, два государства, мы эффективно используем этот шанс», отметил в своем выступлении министр обороны Азербайджана. Представленные палате представителей США статьи, налагающие ограничения на продажу F-16 Турции, были полностью исключены из законопроекта об оборонном бюджете США. Как сообщают турецкие СМИ, комитеты по вооруженным силам обеих палат Конгресса США согласовали оборонный бюджет в размере 858 миллиардов долларов на 2023 финансовый год. Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов провел ряд встреч в турецкой провинции Батман. Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции. На встрече с заместителем губернатора провинции было обсуждено развитие сотрудничества между регионами Азербайджана и Турции. Состоялся обмен мнениями о существующих возможностях и потенциале сотрудничества. Также состоялась встреча в штабе 14-й базы беспилотных летательных систем, первой и единственной авиабазе беспилотных летательных аппаратов вооруженных военно-воздушных сил Турции, расположенной в Батмане. Было отмечено, что особое место в двусторонних связях между государствами уделено военной сфере. На встрече посла с ректором университета были обсуждены перспективы межвузовских связей. Мамедов принял участие в конференции «Азербайджано-турецкие отношения» и роль Гейдара Алиева, организованной в университете. Посол Азербайджана также принял участие в открытии вузи азербайджанской комнаты и посетил парк Карабах, презентованный в июне этого года. Ознакомился с павильонами в парке и памятными досками с информацией об исторических личностях из Карабаха. Турция продолжает успешное развитие на фоне серьезных вызовов, в том числе пандемии коронавируса и российско-украинской войны. Об этом заявил президент Реджептей Пердуган, выступая на 28-м съезде Конфедерации профсоюзов работодателей Турции во вторник в Анкаре. Эрдуган отметил достижения Турции за последние 20 лет, темпы развития экономики, а также усилия Анкары по противодействию проявлениям терроризма в регионе. Турция сегодня – это государство, которое не на словах, а на деле имеет влияние во многих регионах мира – от Балкан до Африки, от Центральной до Южной Азии. Вопреки кризисам, которые происходят вблизи наших границ, Турция уверенно смотрит в будущее. За последние десятилетия показатели по ряду направлений турецкой экономики увеличились в 3, 5, а то и в 10 раз. Вопреки давлению и попыткам нанесения ущерба, Турция вышла на уровень государства-лидера в региональном и глобальном масштабах. Мы стремимся расширять круг своих друзей, а враги осознают нашу мощь. Турция обладает всеми возможностями для успеха при отражении угроз национальной безопасности. Если безопасность исходит с севера Сирии, то мы уничтожаем террористов именно там. Мы наносили и продолжим наносить удары по террористам в регионе. Это были все новости к этому часу. До встречи!